Друзья, всем привет! Вы на канале InvestFuture и сегодня мы разбираем правила успеха великих инвесторов. Я не знаю ни одного человека, который не хотел бы наутро проснуться богатым и знаменитым, но, к сожалению или к счастью, наш мир устроен несколько иначе. И книга под названием «Великие инвесторы», автором которой является Глен Арнольд, является прекрасной тому иллюстрацией. Арнольд – это профессор британского Солфордского университета в сфере инвестиционных наук, предприниматель, инвестор, конечно же, и автор большого количества бестселлеров в сфере инвестирования, в которых он делится своим личным практическим опытом. Но конкретно эта книга, которая лежит у меня на столе и которую, конечно же, сегодня я разыграю среди наших подписчиков, как всегда мы делаем в книжной рубрике, это подборка биографий легендарных инвесторов, которые, по сути, сформировали современную культуру финансового мышления. Если вы ожидали увидеть в этой книге информацию про Роберта Киосаки и Тони Робинси, нет, здесь вы ее не найдете, зато найдете очень подробную и практическую информацию о таких титанах современного инвестирования, как Джордж Сорос, Уоррен Баффетт, Питер Линч, Бенджамин Грэм, Джон Темплтон, Чарльз Мангер, Тони Болтон, Филип Фишер и Джон Неф. Это люди, которые своим упорным трудом, своим талантом, дисциплиной, эмоциональным интеллектом сумели на протяжении долгого периода времени показывать впечатляющие результаты в сфере инвестирования и удержаться на плаву в неспокойном море финансовых рынков. Мне кажется, что эта книга очень полезна как для начинающих инвесторов, потому что помогает сформировать общее видение современной концепции инвестирования как таковой, так и для людей, которым этим уже занимаются, потому что, как ни странно, но даже люди, которые в университетах изучали финансы, ценные бумаги, очень многие не знакомы с подходами этих людей, потому что в университетах изучают формулы. Но на самом деле не только в этом, и может быть даже не в этом заключается успех в инвестиционном мире. Почему автор книги Гленн Арнольд выбрал именно этих девятерых мужчин, а не остановился на каком-то более широком списке? Ведь сегодня в социальных сетях так много людей, которые позиционируют себя как успешные инвесторы и трейдеры, но почему-то их в эту книгу не включили. Арнольд считает, что перечисленные персонажи на две головы выше общей массы на финансовых рынках, и их имена не вызывают абсолютно никаких вопросов. И финансовое сообщество единодушно в том, что эти люди действительно талантливы и успешны на длинном горизонте. У этих людей долгая история успеха, то есть они не на каком-то быстром движении рынка, сумели собрать капитал и теперь рассказывают всем о своих правилах успеха. Нет, они держатся на плаву на протяжении нескольких десятилетий. Арнольд считает, что именно эти девять инвесторов обладают исключительным знанием бизнеса и понимают рыночные механизмы поведения других участников рынка. Ну и кроме того, эти инвесторы активно делятся своей философией, таким образом они открыты, они прозрачны и многие люди уже успели проанализировать их портфели, их подходы, их концепции и сказать, да, это действительно заслуживает внимания. В общем, эта книга – подборка информации о лучших из лучших. Здесь вы найдете биографию, историю становления в плане карьеры, концепции инвестиционные и важные советы для инвесторов. По каждому инвестору есть отдельная подробная глава, которая, безусловно, расширяет горизонты в мире денег. Не хочу сейчас слишком сильно углубляться в биографию каждого из инвесторов, тем более, что многих из них мы уже обсуждали здесь на канале в книжной рубрике, разбирали книги под их авторством или книги про них, но давайте коротко пробежимся, чтобы освежить в памяти. Ну, конечно же, Бенджамин Грэм, имя этого человека, я думаю, многим знакомо, автор культовой книги «Разумный инвестор» и отец стоимостного инвестирования. Да, многие говорят, что рынок сейчас немного другой, он уже не так рационален и не все принципы Грэма подходят к сегодняшнему дню, но тем не менее это человек, который пережил много кризисов, в том числе и Великую депрессию и, конечно же, уже вошел в историю современной инвестиционной науки. Второй персонаж это Филипп Фишер, инвестор с более чем 70-летним опытом работы на финансовых рынках, причем он не только копался в финансовой отчетности, но и активно собирал слухи, общался с топ-менеджментом и владельцами компаний. И его такой достаточно нетрадиционный подход к инвестициям, безусловно, очень интересен. Далее, Уоррен Баффет и Чарльз Мангер, наверное, их можно поставить рядом, потому что оба этих человека стоят у руля инвестиционной компании Беркшир Хэтэуэй. Про Баффета вы все прекрасно знаете, у нас был отдельный подробный ролик про него. Ну а Чарльз Мангер адвокат, экономист и профессиональный инвестор и вице-президент Беркшир Хэтэуэй. Конечно, удивительно, как на протяжении многих лет, бок о бок, Баффет и Мангер умудряются оставаться максимально эффективными и показывать пример такой вот слаженной, совместной, долгоиграющей работы двух инвесторов. Еще один герой книги – сэр Джон Темплтон. Это человек, который придерживался стратегии глобального стоимосного инвестирования и работы вне толпы. При этом Темплтон сделал хорошие деньги на инвестициях в экономике Южной Кореи и Японии, когда весь основной мир не замечал экономического потенциала этих стран. И я думаю, что вам будет о его ценностях тоже очень интересно почитать. Питер Линч. Тоже мы про него с вами много говорили здесь на канале. Я думаю, будем говорить еще не раз. Линч – это профессиональный инвестор, который на протяжении многих лет управлял суперизвестным фондом. И это, конечно же, автор популярной книги «Метод Питера Линча», которую я всем рекомендую прочитать, если вы еще этого не сделали. Кстати, интересно, что портфель Линча в какой-то момент насчитывал почти полторы тысячи американских компаний, и он умудрялся за всеми этими компаниями пристально следить. Далее. Тони Болтон – один из очень важных для Великобритании инвесторов. Человек, который очень серьезно фильтровал акции в портфель, совмещая фундаментальный и технический анализ, и стремился найти компании, которые рынок пока еще не разглядел. Вот те самые бриллианты. Отдельную роль, кстати говоря, он отдавал компаниям, которые восстанавливаются после кризиса или становятся объектами поглощения. Я думаю, что в контексте сегодняшнего состояния экономики концепция Болтона может быть довольно интересной для многих. Еще один герой книги – Джон Нефф. Это фундаменталист, который также выбирал недооцененные акции с хорошим потенциалом. И последний герой книги – это Джордж Сорос. Хотя на самом деле, насколько корректно называть Сороса инвестором – вопрос. Потому что многие все-таки считают, что Сорос – это в первую очередь невероятно талантливый спекулянт, который именно на резких движениях рынка делал свои самые лучшие сделки. Но про Сороса у меня тоже было отдельное видео, так что не буду растекаться мыслью по древу. Ну и напоследок я хочу зачитать для вас несколько цитат из книги, в которых Арнольд объясняет, почему именно этих инвесторов он выбрал и что их объединяет. Мне кажется, что эти пункты, которые перечисляет автор книги, абсолютно под силу любому человеку, даже если он не Уоррен Баффет и не Джордж Сорос. Просто важно развивать в себе правильное видение, правильное понимание, что такое инвестиции. И эта книга для этого будет прекрасным подспорьем, я вас уверяю. Итак, примечательно, что каждый из этих великих инвесторов разработал свой собственный уникальный подход. Между ними существует много общего, пишет Арнольд. Первое. Быть бизнес-аналитиками, а не специалистами по ценным бумагам. Я думаю, что это проблема очень многих людей, которые сегодня работают на финансовых рынках, в том числе в социальных сетях себя каким-то образом продвигают. Потому что акции следует считать не фишками в азартной игре, а бумагами, дающими право на долю в бизнесе. Инвесторы должны понимать соответствующий бизнес, а не следить за движением рыночных цен. Пожалуйста, запомните это, потому что ни один депозит сгубил неправильный спекулятивный подход, когда у человека нет к спекуляциям никаких предпосылок. Второе. Делать домашнее задание, пишет Арнольд. Нужно не только быть готовым к изнурительному анализу деятельности отдельных компаний, но и собирать сведения о широком спектре социальных, экономических и политических вопросов. Именно поэтому у нас на канале есть новостная рубрика, где я стараюсь освещать самые важные аспекты, которые влияют на рынки. Третье. Контролировать эмоции. Герои книги выработали способность не поддаваться искушению следовать за рынком, когда он чересчур оптимистичен или, наоборот, чрезвычайно пессимистичен. Инвестору требуется стойкость, самодисциплина и смелость. Впереди его ожидают длительные периоды, требующие терпения, перемежающие моментами, когда необходимы решительные действия. Следующий, четвертый пункт. Быть последовательными. Каждый из наших инвесторов – яркая индивидуальность, но все они на протяжении десятилетий, в том числе и в неудачные годы, остаются верны своим методам. Шестое. Соблюдать принцип простоты. По сути, своей основной составляющей инвестиционных решений проста. Не следует все усложнять. Нужно видеть лес за деревьями, пишет Арнольд. К примеру, ни один из великих инвесторов не использует сложные современные портфельные теории типа модели оценки долгосрочных активов с ее бета-анализом. Подлинная стоимость инвестиций должна сразу бросаться в глаза. Для оценки запаса их надежности не требуются детальные сложные расчеты. Все необходимые для этого формулы были изучены еще в школе. Следующее. Седьмое. Постоянно учиться на ошибках. Даже великие инвесторы, которым сейчас уже за 80, ежедневно узнают что-то новое и учатся на ошибках. Например, Уоррен Баффет всегда публично критикует себя, если упускает какой-нибудь отличный шанс. Могут быть ошибки, связанные с неудачными приобретениями. Например, акции, которые оказались убыточными. Это могут быть чужие ошибки. Не забывайте учиться на промахах других. Великие инвесторы постоянно читают мемуары, биографии, научные публикации, историю фондовых рынков, прессу и отчеты компаний. Они постоянно тренируют свой мозг. Восьмое. Быть уверенными в своих силах. Великие инвесторы верят в себя. И эта вера подключается к годами целенаправленной, тяжелой работе и знаниями. Благодаря этому они выделяются из толпы и исследуют собственные логики. И последний пункт. Быть готовым к умеренным рискам. Они не играют в азартные игры. Они проводят рациональный, тщательный анализ основных факторов риска и действуют, когда шансы на их стороне. Инвестиции всегда связаны с ошибками и неудачами. И даже великие инвесторы ошибаются в 40% случаев. Но они осторожны и всегда диверсифицируют свои вложения, не подвергая риску по одной сделке значительную часть своих средств. Я думаю, что эти аргументы убедили вас в том, что книжку действительно стоит прочитать. Для того, чтобы подробнее узнать, как действует и рассуждает каждый из героев книги. Это, безусловно, обогатит ваше понимание того, как в принципе устроено инвестирование, что это и для чего это нужно. Резюмируя. Рекомендую эту книгу к прочтению. Она действительно, мне кажется, очень классной, очень полезной для каждого. И, как всегда, по традиции, друзья, мы разыгрываем один экземпляр среди наших подписчиков с моими личными пожеланиями. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо проверить, что вы подписаны на YouTube-канал Инвестфьюча, что вы нажали на колокольчик и поставили лайк под этим видео. Спасибо. Ну и также написать внизу любой комментарий. И через неделю мы объявим имя счастливого победителя, который получит книгу Глэна Арнольда «Великие инвесторы». Ну и напоследок, в книжной рубрике на прошлой неделе мы разыгрывали книгу «Доставляю счастье» Тони Шея о том, как создать интернет-магазин актуально в современных условиях. И в подарок от нашего канала экземпляр этой книги получает наш подписчик Семен Хромых. Надеюсь, что верно произнесла фамилию. Семена, поздравляем с победой. И напишите, пожалуйста, нам на почту info.sobakoinvestfьюча.ru Друзья, вам желаю успехов в сегодняшнем конкурсе. Ну или, по крайней мере, вы можете прочитать информацию даже в интернете о людях, которых мы сегодня обсуждали. Ну, вообще, книжка очень хорошая, рекомендую прочитать ее. Спасибо. Если понравилось, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим видео, проверить, что вы подписаны на канал, нажать на колокольчик и написать комментарий для участия в конкурсе. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале в наших следующих роликах.